так ну ребята вчера загрунтовали сделали это четенько даже те кто уже работал заценили насколько растягивается грунт заценили вау круто это все видно сегодня мы будем готовить поверхность уже под покраску то есть мы защитили эпоксидным грунтом да мы покрыли акриловым сейчас все это выровняем да конечно тут неровности хватает и где-то на шишечках вы возможно протретесь ничего страшного если протретесь до металла не пугайтесь специально этого делать не надо то есть протирим это все уберем деталь у нас ну условно ровная да там шишечки эти не считаем поэтому здесь выпиливать что-то вытачивать искать форму нам не нужно поэтому мы будем использовать мягкую подложку сразу если бы у нас была какая-то ремонтная деталь я решил купить машину в идеальном состоянии чтобы дали еще шины чтобы в гараже стояла чтобы на ней никто не ездил чтобы словно из салона чтобы только у подъезда простояла пол сезона вылетает вдруг объявл фокус по цене мать и заводяем состоянии расписал там все красиво в объявлении парень пишет ему нужно срочно деньги вызывает подозрения вызывает подозрение скупой платит дважды а дурак всю жизнь хочет взять машину набери им в гараже просто позвони ты парни сделаю все сочное эти парни тебе скажут точно фокус по цене матиза тут нужна экспертиза это факт чтобы не было потом сюрпризов я пятая точка чую что дело тут не чисто в общем я решил обратиться к допустим ремонтная деталь и мы с вами имели цель выровнять выпилить плоскость то есть мы уже загрунтовали да для чего нам акриловый грунт нужен вот многие путают для того чтобы чтобы он был без него не прилипнет да да он как бы изолирует шпатлевку но основная его функция это наполнение то есть он называется наполнитель да то есть он заполняет вашу риску он заполняет мелкие недочеты вашей шпатлевки и с помощью грунта вы еще у вас есть еще небольшой шанс выровнять деталь да если вы загрунтовали и видите у вас рельеф не очень то есть вам нужно это спилить да тогда мы мягкую не используем мы берем там 320 выпилили все сравняли деталька у нас ровная все все нам нравится одеваем мягкий круг и погнал здесь тоже очень важный варис 2 и 5 важно вот такие движения ни в коем случае не надо на шпатлевки вот мы тоже пройдем есть ошибка у людей начинает плоскость ловить и вот так все ты уже ее не выровняешь мы идем от здорового до на шпатлевки на больной переходим по чуть-чуть здесь то же самое мы не стараемся вот так выровнять мы взяли участок и потихонечку пошли двигаем обороты средние то есть грунт обрабатывается очень легко видите согрений практически нету смотрите круги как бы у нас качественный это он бэш не он не забивается но у нас мелкая мелкий шаг мелкая шкурка и вот эта пыль она не всегда хорошо пылесосом отсасывается мы катаем чтобы было качественное покрытие вот немножко обработали вот чуть-чуть и обработал прошелся сквозь брайтом вытер круг у вас чистенький смахнули видите я быстро не хожу здесь на поворотах повторяем форму не пилим вот так вы напилите сделаете блики а вот так прям повторяем форму потихонечку здесь смотрим ну понятно крыло кривое видите тут я немножко протер здесь вот у вас получается вы не дотерли берем губочку на сайте кстати такие есть все и пробежались вручную небольшими шагами все потёрли все красивенько здесь тоже ногтями вот так не впиваем то есть вы напилить и вот подушечками аккуратненько винте я на три пальца делаю нагрузку на подушечку также губочку можно протирать скотч брайтом серым обратить а такой абразив 600 все аккуратненько вытер без нервов вот эти места да где у вас машинка не подлазит опять же смотрите на вот этих местах то есть также потихонечку зашли вот так вот дошли до ребра все вытерли и здесь уже можете пройти смотрите здесь у вас уже машинка не берет серединке да также губочкой пробежали вот эту часть тоже у вас красивенькая деталь постоянно протираем на скотч брайки все не торопимся аккуратно где-то немножко запилились не паникуем то есть сейчас мы тренируемся поняли да губочки вот я решил купить машину в идеальном состоянии чтобы далее еще шины чтобы в гараже стояла чтобы на ней никто не ездил чтобы слон из салона чтобы только подъезда простояла то есть поработали есть протирчики перекрываем эпоксидным грунтом с баллончика можно перекрыть здесь мы не использовали с вами цинка да то есть если мы используем и протерлись до цинка баллончик не подойдет только двухкомпонентный фоксидный грунт он не только защиту вашему протиру даст да он еще тонкослойный то есть у вас здесь не будет проблем не кончается все пока пойдемте разводить краску будем использовать века не топ очень даже средняя но даже такой краской если все правильно делаете хороший разбавитель то у вас все получится хорошо смотрите часто можете видеть да где-то магазинах там в пластиковых бутылках разбавитель для металликов да и у тебя уже направлен ну не дураки люди раз так написали да на самом деле ну эти разбавители вообще ни о чем там вас и яблочность будет сразу нормальным разбавляйте чтобы все было хорошо смотрите я разбавляю ну практически на глаз до половина наполовину вот будем использовать разбавитель 3010 у нас также есть и 4888 тоже хороший разбавитель хорошо размешиваем удобнее наливать был вискозамер все знают что такое смотри то есть это прибор для того чтобы ты мог точно разбавить консистенцию то есть ты вот так допустим не видишь нормально ты разбавил не нормально это стандартный стаканчик кто-то называет стаканчик форда кто-то вискозамер он стандартный именно по вот такому размеру дается в техничке вы можете увидеть день 4 там 16 секунд до рабочая вязкость ну или там 12-15 то есть что такое здесь отверстие отверстие 4 миллиметра по вот эту риску 100 миллилитров то есть наливаем сюда краску то есть ну такой эталон до засекаем время секундомер у кого-то есть здесь здесь будет 14 секунд наверное раз два три течет как только прекращает течь секундомер останавливаем то есть не понимаем какая у нас вязкость стоп 14 ну идет даже на глаз вам сказал то есть 13 секунд меня вполне устраивает я вам сказал что я крашу в диапазоне от 12 до 16 16 уже густовато для меня в 12 14 сам нормально если у нас она течет 16 секунд значит что она густоватая да если 18 то она капец густая то есть еще надо подбавить разбавителя разбавили там допустим вы красите 15 до а у вас 13 ну не будете вы доливать сюда краску и вот это вот заниматься анонизмом да то есть вы будете понимать что краска у вас чуть жиже чем обычный значит вам надо на слой больше положить да ну и двигаться надо будет быстрее потому что краска будет жиже вытекать она будет быстрее стаканчик вам понадобится ну не знаю три-четыре раза вы им разбавите да и ну уже им не будете пользоваться ну может быть если вы там напьетесь вообще в дым да и у вас голова не соображается что вы там на разбавляли можно стаканчиком воспользоваться ну трезвый адекватный нормальный человек вы уже будете вот по размешиванию понимать опять же я ну чаще всего в школе да мы викой красим краской опять же горит база еще ну как бы терпимо базой можно работать мы красим вполне это все адекватно и хорошо получается но акриловая краска это однокомпонентная ну 2к вернее то есть у вас поняли да идет не база лака просто краска сразу с отвердителем те я вообще не рекомендую использовать ну даже вику они плохие короче металлики почему нет вот смотрите мы сейчас развели зерно себя ведет подойди ближе зерно себя ведет тихо она спокойно она не играет она не переливается если мы зальем сюда 646 либо r12 либо разбой разбавитель для металлика он будет бурлить у меня нет очень 646 на видео я покажу там сейчас кусочек видео где да есть 646 вот допустим у вас ну у нас здесь она уже разведена нормальным разбавителем вот смотрите что сейчас будет происходить видите что зерном происходит подойдет покажи видите она она кипит она бурлит то есть это же самое у вас будет на вашей детали как вот здесь спокойно да и как она здесь кипит то есть зерно она у вас и в пистолете кипит и на детали кипит и она у вас не может уложиться разложиться то есть обычный пример залейте вы сюда r12 залейте вы сюда развалитель для металлика будет тоже самое теперь стаканчик также будем использоваться знаете еще вот в чем прикол не только удобство стаканчика еще какой прикол него есть надо вам порог покрасить либо крышу где-то там дотянуться баллончик вы можете кверх ногами держать то есть и ну краска у вас будет нормально течь погнали респиратор одели сначала на пыльный слой не красить вот такой вот можешь отсюда выйти тенья быстрее шаг маленький пробуй все нет вот вот большое да да все и пошел быстро да без разницы может сверху то есть все равно как бы ты медленно ведешь да видишь у тебя тоже закрасил вот я крашу смотрите с какой скоростью и как видите я поднимаюсь не быстро то есть я не быстро поднимаю понял да самое главное особенно на серебре ты сделал три прохода на все крыло я их делаю 12 понял почему я 12 делаю потому что у меня отступы маленькие я иду быстро но я по одному и тому же месту крашу я сдвигаюсь вот на два на три сантиметра и пошел а ты тут прошел следующий у тебя здесь и ты в три слоя его ну в три прохода покрасить понял двигайся быстрее чем быстрее ты двигаешься тем меньше вероятности у тебя ни косяков ни потеков ты быстро двигаешься ты вроде одно и то же место ну у тебя краска она не попадает ее много потому что быстро двигаешься то есть начинаешь идти и потихонечку спускаешься вот ты можешь просто постоять вот просто постой и маши вот ты просто туда сюда маши и потихоньку опускайся вот вот да ты даже просто постой потренируйся без фистолета просто постой чуть ближе угу все ты курок нажал до конца да еще в чем прикол у тебя стол высоко а ты держишь вот так тебе так неудобно возьми вон пока пистолет пока все красят пустой и посмотри как тебе удобно взять видишь как я держу да я не вот так вот держу вот он у меня прямо стоит я его положил на палец нажал все и пошел понял иди возьми пустой пистолет на этих пальцах лежи чтобы не выворачивать руку попробуй поводи сначала да чуть повыше ты не нажимаешь курок еще вон там все берем свежую салфеточку и на металлике между слоями протираем то есть обратите внимание да вроде бы слой напыльный мы кидали он сухой но у тебя тряпка не застревает и она совершенно чистая попробуй да то есть был бы 46 или 12 она бы у тебя все волосы с тряпки оставались да на ответственная будешь за тряпку забрала чуть чуть быстрее сильно не мокри в принципе можешь даже его подмокрить но не сильно мокрый хорошо вот видишь он у тебя сейчас ну мокровато ты положила чуть поменьше видишь сейчас есть еще пятнышки сейчас вот через 10 минут после межслойки посмотришь насколько они уйдут да но это у тебя еще он видишь пятно а нос не крашит все так в целом нормально за границу выходи только раз покрасил я за 12 крашу ты еще возвращаться надо вот смотри вот ты сейчас покрасил вот прошел я крашу вот я по чуть-чуть опускаюсь быстро иду вот видишь лужа знаешь почему потому что ты не ушел сюда ты начал арку красить и остановился тут даже арку ты вот красишь не надо тут останавливаться слышим все ниже опустился вот пустоту покрасил пошел что в этом лучше делать ничего она разойдет вот лен иди сюда у тебя опыт немножко есть видела видишь у него лужа тут да лужа что он не выжил то есть казалось бы уже эта шляпа косяк сейчас посмотрите через десять минут ее не будет почему когда у тебя хороший растворитель он дает зерну самому хорошо разложится краски уже есть в биндере где она ходит и он сама ну он сам разложит вот рукожоп пошли все на расслабончике чуть поближе на смотри аккуратно не тяните так далеко шлангом заденешь лишь они уже расходятся теме растушевать смотрите выравнивающий слой он похож на пыльный но немножко другой я давление убрал у меня сейчас не двойка да вот по звуку меня где-то 17 16 все и его мы накладываем равномерно немножко дальше чем мы ложили с вами закрашивали да сейчас немножко дальше и смотрим чтобы такой как бы дождик укрывал смотри на 30 сантиметров это как бы дождиком вот так вот при пораживая видишь не можешь еще раз может сверху чтобы уже поймать но такой выравнивающий делаем если видим что у нас что-то не нравится если у тебя ну вот так покрашена в принципе тебе можно вы не делать ну просто как бы для опыта сделаем плачок используем 40 20 супер бомба так на лена команды у нас маляр практически 400 400 лака до 600 отвердителя сейчас с вами не будем разбавлять его вообще разбавителем посмотрите один к двум все пистолет вот этот что ты говорил что за пистолет это базовый но мы им сейчас лак наложим его то но нормально он красиво раскидывает час увидите но мне не нравится его скорость они очень медленные то есть у меня если вот допустим что-то капот красить там крышу давайте полный облив тут вот жилы аж стягивает то есть вот обратили внимание ни одного яблочко паузу чуть подольше делаем чтобы окрепла краска у вас 25 минут все кроем лаком на пыльный так держи то здесь а полный по всему крылу полностью да смотрите сейчас не буду показывать ну чтобы ваши детали не портить чтобы все увидели понятное дело деталь заматованная здесь мы на грянец будем красить способа 2 есть покрытие лаком у вас на пыль уже есть есть то есть вы красите в слой сейчас вот эту половинку до покрашу ведете пока не увидите глянец ну вот такой даже сейчас переборщил сразу глянец идете так вы можете на фигачить потеков особенно если вы ну еще не привыкли к пистолету к материалу не привыкли есть второй способ вот тебе особенно то есть надо двигаться быстрее то есть делаем меньшие проходы не заливаем вот видите он у меня не залачился я могу еще раз вернулся и смотрю пока он у меня не залачится тоже еще смотрю где-то не залачился еще раз прошел не страшно маленькие проходы и пока у меня блеск не появится так вы избежите потеков то есть и так и так результат одинаковый но так вам будет безопаснее то есть пройдите быстро два раза туда обратно прошли присели посмотрели если где-то не прокрасилась фауза небольшая еще раз пробежал и раз не прокрасила можешь добавить сразу не добавляю глянец да можешь насыщать слой ну как бы пока не заблестит можешь пройти быстро и вернуться все ты вот сейчас насытилась сейчас проверяй все закрасила не все носик не покрасить уже намок и начинаешь сдвигаться но вот так медленно это не очень хорошо когда ты уже в мокрый валишь на подрыв вот он тоже видит слой нет вот как я показал второй раз молодец огонь идите наливали проверьте бывает круто ну точкой когда он пиздит и все потекло да ты вот так вот иди побыстрее до конца доходи крыла все посмотрел еще не блестит и еще раз сверху вниз пройди так же точно быстрее все отошел ты верх не заливаешь иди с той стороны ну или встань нормально полей да еще раз ну еще раз пройди так же ну или да или оттуда вот давай все все походил посмотрел ну еще разок можешь пройти вот тут вот все четко а вот тут немножко видишь остренькая шагринь не долил не долил еще раз пройди так же быстро вверх уже не проходи вверху хорошо вот отсюда и пошел все одну скорость держишь все хорошо так и идешь до конца доходишь все отлично вот самый хороший проход у тебя за все время вот сейчас вот сейчас ты поймал понял скорость одну поймал все и потихонечку идешь спускаешься без дерганий как принтер в принципе то это все если хотите еще слой сделать 15 минут ждем разводим еще повторяйте ну лишним не будет да как бы для покраски да а ты вот сейчас как раз попробуй за два раза пройти не насыщай то есть ну и вот можно посмотреть качество ни одного пятнышка зернышко к зернышку и в принципе то красивый глянчик у всех если там если там немного есть опыта здесь его вообще нету и тоже ни одного яблочко ни одного зернышка нет здесь это не потек это на краю собирается это нормально здесь будет дворничек все красота и здесь красота вот тут немножко подсушил сейчас в принципе то вот слой и полный слой это уже готовая покраска ну ребятам еще сказал еще слой сделайте просто для тренировки чтобы понять лак вот так ребята проходит обучение если вы хотите быстро научиться набить руку избежать кучу подводных камней когда вы просто по видео учитесь ну у вас это займет год-полтора материала вы истратите на 3-5 тысяч долларов да чтобы научиться не всегда вам кто-то подскажет что вы делаете не так вы уже делаете ошибку и продолжаете дальше 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 совершать здесь вы сразу встанете на ровную тропинку уже у вас будет меньше ошибок да опыта надо конечно будет набираться но вы уже будете знать как правильно сделать вы уже это сделаете да и у вас будет в голове как что это делается и поверьте мне за две недели отсюда ребята выходят они лучше вот первая покраска да это лучше покрашена чем где-то здесь на сервисе есть свои нюансы которые нужно соблюдать самая первая ошибка при покраске серебром это не только нанесение да от пистолета здесь вообще мало чего зависит здесь главное правильный разбавитель то есть мы работаем разбавителем ОНБ он есть на сайте попробуйте хорошим материалом работать и вы увидите насколько упростится ваша жизнь как-то так в описании под видео есть ссылка на школу записаться на октябрь мест нету на ноябрь есть по моему одно место на декабрь ну и там смотрите по расписанию на сегодня все здоровья всем крепкого настроения бодрого добра бабла хлеба и мирного неба да бом их aggressive он а не лекс